О немирном перемирии расскажет Анастасия Пугач. Начали стрельбы, начали прятаться, начало падать. Вот там бабушки у нас попало. В одних попало, в других попало. Новотроицкая, десятый день тишины. Окраины посёлка накрыло шквальным огнём из миномётов и БМП среди белого дня. Десять домов повреждены, снаряды пробили крыши, осколками посекло стены, взрывной волной выбило окна. Начали стрелять, мы тогда начали в хату идти. Она как гепнет и посыпалась. Не зашли в хату, не спили. В доме Раисы Бараненко в этот день праздновали день рождения внучки. Только зашла, и вот это как гепнуло, и как начало разлетаться, и там, где стояла, куски вот так и не было, было. У меня сразу 200 давлений, и сейчас я не могу идти. Чудом осталась жива и трёхлетняя внучка Аллы Кашевой. Снаряд разорвался рядом с домом. В это время девочка смотрела мультфильмы. Стёкла посыпались прямо в кресло, где сидел ребёнок. Здесь вот разорвалось и в стекло. Мама успела схватить на пол. Как вести себя во время обстрелов, здесь знают даже самые маленькие. А где ты приезжаешь? Там, в комнате. Дедушкой. Страшно было? В Авдеевке объявлены 1 апреля. Режим тишины вообще и не наступал. Под постоянным огнём промзона. В прилегающих к ней кварталах мины разрываются и днём, и ночью. Почти неделю жители прифронтового города просидели без света и воды из-за перебитых линий электропередач. На карте боевых действий Донецкой области Авдеевка – самая горячая точка. Всего за 12 дней так называемого перемирия в Авдеевке ранения получили двое мирных жителей. Осколки настигли мужчин прямо во дворах. Повреждения получили два частных дома. Неспокойные в Луганской области окраины Крымского вплотную примыкают к позициям украинских военных. А значит, находятся под обстрелом. Любовь Григорьевна живёт на окраине посёлка. Рассказывает, выживает благодаря гуманитарной помощи. Под обстрелы женщина попадала неоднократно. Сейчас посёлок практически отрезан от внешнего мира. До войны тут проживало почти полторы тысячи человек. Сейчас, по данным местных властей, осталось чуть более 600. Нет врачей и нормального транспортного сообщения. До ближайшего населённого пункта надо ехать 20 километров по бездорожью. В случае, когда необходимо человеку срочно выехать в больницу, потому что это жизнь. Нету дороги, это значит, прекращается вся жизнь в селе. На неподконтрольной территории, согласно отчёту наблюдателей ОБСЕ, с начала апреля ранения получили две мирные жительницы Донецка. Анастасия Пугач, Телеканал Донбасс.